А сейчас смотрите интервью со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. Он подвел итоги работы парламента в этом году. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Сергей Евгеньевич, уходящий год, 2014 год, был богат на разные события. Какие из них стали знаковыми для работы парламента? Какие из них вы выделили бы и расставили по местам? Вы правы, уходящий год был для нашей стороны историческим. А к его урокам будут еще многие годы обращаться во всем мире. Он был историческим в силу ряда решений, которые принял президент Российской Федерации и российский парламент, опираясь на мнение всего нашего общества, всего народа. Ну, прежде всего, мы, конечно, с большим удовольствием вспоминаем победоносную сочинскую олимпиаду и, конечно же, решение о воссоединении Крыма с Российской Федерацией. Ну и парламент здесь был в центре и в гуще событий. И приняв, прежде всего, федеральный конституционный закон о воссоединении Крыма с Россией, о создании двух новых субъектов Федерации в составе Российской Федерации, Республики Крым и города Севастополя. И, конечно, за такой очень короткий срок нам удалось принять более 30 законов, которые, собственно, и обеспечивают интеграцию Крыма, Севастополя в правовое пространство, в единое правовое пространство Российской Федерации. Повторяю, задача эта была очень сложная, очень объемная, и мы ее выполнили в беспрецедентном короткий срок. Ну и, наверное, совершенно не случайно, что как раз в первую группу лиц, на которые Вашингтон и Брюссель наложили так называемые санкции, я еще раз подчеркиваю, что так называемые, потому что это не что иное, как такой политический шантаж в отношении политиков. Так вот, в первую группу попали и депутаты Государственной Думы, а потом уже и вот в эту группу попали. И все остальные. И все остальные. И целая российская делегация в парламентской Ассамблеи Совета Европы, вы знаете, была лишена права голоса и ряда других важнейших полномочий. Каковы мотивы таких действий со стороны наших западных партнеров? Они очевидны. Ну, попытаться скрыть правду, скрыть правду, если говорить о Крыме, о предыстории, о мотивах, о ходе референдума, о результатах крымского референдума, на основе которых, собственно, и было принято это справедливое историческое решение о воссоединении, о возвращении крымской земли в состав Российской Федерации, о возвращении 2,5 миллионов граждан, проживающих в Крыму, в состав России. Цена российских побед исторически всегда высока, и нет ничего удивительного в том, как вы сказали, что действительно первыми под западные санкции попали депутаты Государственной Думы и сенаторы, потому что вы обеспечивали законодательную базу для этих побед, для этих исторических шагов. Скажите, а на вас эти санкции повлияли? Потому что все-таки, если наблюдать за вашей работой, несмотря на то, что вы под запретом персон Нонграда и в Соединенных Штатах, и в Европе, все-таки в Париже и в Женеве, по-моему, вы побывали. Ну, хочу, чтобы вы сразу успокоились. Конечно, я был и в Париже, и в Женеве абсолютно легально. Не подумайте, что я... Без бороды и усов. Да, да, что я ночью нелегально пересекал границы стран Европейского Союза. Нет, я был и в Париже, и в Женеве по приглашению международных организаций. В одном случае это Совет Европы, его парламентская ассамблея, потом это ЮНЕСКО. Ну, а в Женеве я выступал на парламентской ассамблее ОБСЕ. Поэтому, значит, те ограничения, которые были наложены со стороны Брюсселя, вот в таком случае они не действуют. Гораздо важнее не то, как юридически были оформлены мои поездки в Париж и в Женево. Важнее то, что все-таки есть много и политиков, и общественность стран Европейского Союза понимают, что невозможно лишить Россию права проводить диалог, осуществлять сотрудничество, в данном случае со странами Европейского Союза. И я все-таки уверен, что есть, как я сказал, уже и много политиков, общественных деятелей, деятели культуры, которые вот это понимают и подталкивают свои правительства, совершенно откровенно высказывают свою независимую точку зрения на то, что невозможно приостановить сотрудничество с Российской Федерацией. Есть много политиков, которые просто чувствуют себя очень неуютно и чувствуют ущемленными в собственном достоинстве. И понимают, что суверенитет стран Западной Европы, он постепенно тает, во всяком случае, во внешнеполитической сфере, и понимают, какое давление оказывает Вашингтон на Брюссель, на Европейский Союз, и такой долго держаться не будет. Как одной из возможностей поддержать суверенитет Западной Европы могло бы стать исключением США из НАТО. Это предложение, которое высказали вы в ходе всех этих последних событий, но это же нереально. Да-да-да. Когда впервые я такую мысль высказал, я даже использовал более жесткий глагол. Я предложил нашим европейским партнерам изгнать Соединенные Штаты из НАТО. Да, вероятность таких событий невелика, учитывая тот факт, что Соединенные Штаты играют в НАТО ведущую роль, ну, по сути, роль диктатора, хотя формально у всех государств равные права, ну, мы же видим, что даже такие европейские гранды, как Франция, Германия, Италия, имеют все меньшее и меньшее влияние на принятие решений НАТО. В целом я уже не говорю о таких странах, как Литва, Болгария, Румыния, Эстония, которые, так сказать, ну, буквально только формально имеют право голосом, так сказать, но никто с этим не считается. Это совершенно очевидно. Но, вы знаете, важно, что за последние 20 лет ко всем крупным мировым конфликтам, практически ко всем Соединенные Штаты приложили свою руку. Именно Соединенные Штаты Америки не считаются с Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, не считаются с международным правом, пытаясь подчинить своей воле и даже грубой силе другие страны. Вы знаете, вот пружина бесконечно сжиматься не может. Рано или поздно она расправится, и страны Европы все-таки почувствуют, или должны почувствовать, что они должны быть суверенны и независимы. И такие организации, как НАТО и другие общеевропейские организации, должны все-таки освободиться, во всяком случае, от такого тотального американского диктата. Это, безусловно, в интересах Европы в целом и в национальных интересах европейских стран. Но все-таки интересно, вы когда вот это предложение высказывали своим европейским партнерам, вы в глазах-то прочитали какой-нибудь одобрительный огонек или вздохом? Я сказал, что говорю это, может быть, в качестве шутки, хотя, конечно, в каждой шутке есть только доля шутки. Ну, в том-то и дело, на нее должны среагировать. Еще одна организация, европейская организация, в которой США представлена в качестве полноправного члена, равно как и России, это Организация безопасности Совета Европы. Как вы оцениваете деятельность ОБСЕ в 2014 году? Потому что это миссия, которая работала и на востоке Украины, в том числе, в зоне боевых действий. И всячески участвовала в мониторинге ситуации. Я бы так сказал, что, конечно, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в последние два года, особенно в уходящем году, ведет и показывает себя более достойно, предметно и полноценно осуществляет свои полномочия. Даже несмотря на то, что Соединенные Штаты являются членом ОБСЕ, в отличие от Совета Европы, где наши американские партнеры являются наблюдателями. Ну и в этом году ОБСЕ принимал просто самое активное такое, осуществлял содействие в части призиса на Украине, поскольку ОБСЕ выступает посредником в минском формате, минских переговоров. И вообще, швейцарское председательство ОБСЕ сложилось так очень, на мой взгляд, конструктивно, а сейчас эти полномочия с началом года переходят в Сербии. И я уверен, что и Сербия справится с этой задачей и будет очень достойно председательствовать в этой важной европейской организации. Мы об этом совсем недавно говорили со спикером парламента Сербии, Майик Гойкович, которая вот неделю назад была в Москве с официальным визитом. Она выступала перед депутатами Государственной Думы. Мы в том числе говорили о роли ОБСЕ в обеспечении безопасности в Европе, ну и о роли Сербии как председательствующей. Я сам дважды в этом году выступал на сессиях, на пленарных заседаниях сессиях парламентской ассамблеи в ОБСЕ и в Баку, и в Женеве. И именно по нашей инициативе парламентская ассамблея была создана рабочая группа по Украине. К сожалению, она пока еще не провела ни одного заседания, хотя было оно назначено, но наши американские партнеры вместе с украинцами и с поляками, ну, по сути, сорвали первое заседание, что, конечно, очень печально, но я рассчитываю, что вновь избранный состав Верховной Рады Украины будет более конструктивным, и эта рабочая группа наконец-то начнет работать и старается все-таки внести свой вклад в регулирование этого острейшего, кровопорядительного, внутриукраинского конфликта. Но все-таки в организации ОБСЕ, на Ваш взгляд, американское присутствие и влияние нивелируется за счет более сильных партнеров? Я думаю, и так, именно так. То, что российскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы в 2014 году лишили голоса, есть ли сейчас, я так понимаю, что в следующем году уже возобновятся переговоры, возобновится вопрос об участии, о дальнейшем участии России в ПАСЕ? Есть ли какие-то признаки конструктивного решения вот этого казуса? Ну, не буду забегать вперед. Решение о продлении полномочий всех, без исключения, делегаций стран, входящих в Совет Европы, в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, принимается на первой сессии, на январской сессии. И вот такое решение будет обсуждаться и приниматься и в отношении российской делегации. Мы все последние месяцы не прерывали контактов с руководством Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И у нас вот, начиная с сентября, было два таких совместных заседания руководства Государственной Думы, руководства нашей делегации и так называемым президентский комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И мы, конечно, доказывали несправедливость решения, мы доказывали, что это решение просто противоречит демократическим ценностям. Это смысл существования этой организации, парламентской ассамблеи, да? Да, парламентская Ассамблея на то и существует, чтобы вести диалог. И наоборот, роль этого диалога как раз в таких сложных ситуациях, в моментах, когда другие формы диалога, политического диалога затруднены, как раз для этого особенно нужен диалог парламентной совместной дискуссии. Да, но, повторяю я, считаю, что, конечно, лишение нас, российской делегации, права голоса и других полномочий связано с тем, чтобы попытаться все-таки закрыть ненужную информацию, неудобную информацию, чтобы скрыть правду о событиях на Украине. В этом году вы активно посещали, в 2014 году, в уходящем году, вы активно посещали страны АТЭС. Россия объявила о неком таком развороте на восток, но не в пику западу, не в пику западным санкциям, а просто в силу времени, в силу экономических соображений. На ваш взгляд, насколько наши восточные партнеры готовы принять Россию? Ну, вот весь этот регион, его называют азиатско-техьянским регионом, это же не есть такое единое экономическое и политическое пространство. Это огромная территория с большим количеством стран, с разной экономикой, разной культурой, разной психологией, разным политическим даже видением происходящих событий. Поэтому степень готовности, открытости этих стран в целом, ну и в отношении к Российской Федерации тоже разная. Но вы правы, Россия в этом году на политическом и экономическом уровне очень активно развивала сотрудничество, во всяком случае, с рядом ключевых партнеров из азиатско-техоокеанского региона. Но одно можно сказать точно, что это наиболее динамично развивающийся регион мира, с которыми, конечно, мы должны и будем работать. Регионы и страны, с которыми можно и нужно реализовывать самые разные экономические проекты. Повторяю, мы это будем делать, но ни в коем случае не в пику других внешнеполитических и внешнеэкономических векторов нашей политики. Но то, что интеграция стран АТЭС, она скорее больше декларативная действительно, и здесь большинство вопросов приходится решать на двустороннем уровне. Это плюс или минус? Наверное, здесь сейчас покажет время. Какова роль парламента в установлении вот этих более тесных контактов со странами АТЭС? Ну, парламентарии, депутаты, они же всегда, так сказать, в любой стране, они создают атмосферу, атмосферу, на которой ориентируется население, политический класс, бизнес, сообщество тех или иных стран. Поэтому, конечно, вот такую роль, такую функцию парламентарии любых стран выполняли и будут выполнять. Мы, Государственная Дума, Совет Федерации, мы здесь, естественно, не являемся и не будем являться исключением. И мы будем выполнять эту функцию, равно как и будем участвовать в такой важной работе, как развитие законодательства и артификация тех или иных соглашений, договоров между Российской Федерацией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну, и еще о планах на следующий год. Какова будет экономическая повестка в работе парламента в следующем году, наверное, в первые месяцы? Потому что следующий год для экономики будет крайне сложным. Мы уже видим и показатели прогноза по рецессии, и прогнозы по инфляции. И, вероятно, это потребует определенных решений, оперативных решений от законодательной власти. С теми законопроектами, которые будут поставлены для рассмотрения депутатами на первых нескольких заседаниях, мы определимся на первом заседании Совета Государственной Думы. Сейчас в проекте плана первоочередных задач порядка ста законопроектов. Кроме того, анализ декабрьского послания президента показывает, что нам необходимо рассмотреть и принять еще порядка ста законопроектов, которые вытекают из тех задач, которые поставлены президентом. У нас после декабрьского послания так интенсивно трудилась рабочая группа во главе с Александром Ильичем Жуком, которая собрала предложения со стороны профильных комитетов, со стороны всех четырех парламентских фракций. Вот такой план работы сформирован. Но, конечно, главное, на что я хотел бы обратить внимание сейчас, что в центре внимания у нас, безусловно, будет ситуация в социальной сфере. Мы должны, безусловно, поддержать те группы, население, которым будет сложнее. И мы, естественно, выполним все социальные обязательства государства вне зависимости от макроэкономической конъюнктуры. Подчеркиваю, вне зависимости. Ну и, безусловно, в центре нашего внимания будут такие сферы, как импортозамещение, как поддержка села нашего аграрного сектора и, конечно, российских регионов. Вот, может быть, ключевые направления работы на будущий год. Пожелаем нам всем мужества, терпения и успехов. Следующий год будет таким вдохновляющим, потому что мы твердо убеждены в собственной правоте. Мы верим в собственные силы. И приняли вызов. Мы верим в собственное чувство достоинства и справедливости. Поэтому я хотел бы пожелать всем зрителям канала «Россия-24» спокойно и уверенно жить и трудиться в следующем году. Хотя, конечно, спокойно – это не значит расслабленно, а уж тем более расхлябанно. Работать нужно напряженно и концентрировано. И чтобы каждый делал то, что он считает нужным в плане своего роста, своей профессиональной карьеры, что нужно для счастья и благополучия семьи. А это значит для процветания России в целом. Так что с наступающим Новым годом всех вас! Спасибо! 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 Спасибо!